Вот, я правильно сказал, но он таким не был, это был красавец, пушистый, пушистый, вот такой лицик. Ну вот мы и смотрели за ним, он охранял у меня на чердаке пшенисту, 20 градусов мороза мы его не брали, когда за 20, тогда заносили. Он как медвежонок белый, и вот он заболел, что? Лечить никак нечем, сразу советую, ну что? Ну убей его и зарой, и все на этом, мне советую. Представь, он был друг, сидел на коленях, я его гладил, а теперь он заболел, у него что-то бок прорвал, у него там шишка какая-то, да ничего не значит. Мы приедем в Дроботу, их мама ветеринар, все это сделает, так нет, ей делать даже нечего. Сейчас я ему в голову принес рыбе, и он уже выходит на охоту. Друзей не предают, научитесь малого, ни котенка, ни воробьенка, ни тем более детенка. Какой бы ни родился ребенок, он твой, ты храни его и береги. Я читал про одну, не видел я ее, девочка родилась слепая, ну врачи проверили, в самом деле она ненормальная будет, каких-то хромосом лишних у нее насчитали там. Правда, неправда, все. Но родители ее очень любили, как вот этот их лучище, который без рук, без ног родился, и на весь мир известный. И великому счастью девочка оказалась нормальная, но слепая. Такая она была, училась в школе такой, у нее память была отличная, Бог дал ей глубокую веру. И она еще в школе ученикам свидетельствовала о Христе, и потом стала знаменитой радиопроповедницей, что любовь-то делала. Любовь. Родители положили все, чтобы она ни в чем не чувствовала недостатка. Хорошо заниматься с детьми, которые талантливы и прочее. А когда он балбешка, ничего нет. Я вот сегодня смотрел, одна из наших подошла икону целовать. Поцеловала и, о-бум, стукла. Кто это делал? Ну-ка, иди сюда. Теперь объясни, зачем ты икону бодала? Постелена. В Вокровском соборе видела? Да, икону целую. Ты знаешь, давай с тобой поцелуемся. А теперь я тебе поцелую. Так, что? Ну, я тебе надо еще чуть-чуть. А если я по-настоящему бодну тебя, ты ножки протянешь и скажешь, готово. А ты, Божья Матерь, бодаешь. Нехорошо это. Никогда этого не делали. Приложила, все, поцеловала и все. Вижу еще кто-то. Вот это, кажется, тоже лбом стукнуло икона. Стучало? Нет. Нет, не стучало, показалось. Поняли? И когда батюшка ходит с кадилом, кадит, он кадит не людей. Не стены, говорит, а иконы, на иконы. А люди стоят за ним, батюшка идет и за ним крутятся. Валя, у вас крутится же, когда священник. Дьякон идет. Чего вы крутитесь? К нам это никакого отношения не имеет. Это к иконам идет. И вот за батюшкой идут. Да, мало того, идут. Еще когда он пройдет, еще машут. Я говорю, а для чего? Дух святой ловят. Благодать. Вообще. Более глупых людей, наверное, православных нет. У меня один был, он очень такой крепкий баптист. И стал ходить в храм по православному. Все у него здесь. Но хочет разговаривать, никто не знает. В храме ходят, толкают. Он вышел. Вот я смотрю, это Бог избрал их. Так что, он один из дураков набрал? Или он их никогда не избирал? Два варианта всего только. Но оба варианта кончаются смертью. Почему они такие ничего не знают? Кто пришел, как, говорить нельзя. Наши люди выходили из храма и разговаривали. А одна женщина и говорит, потом стала ходить в храм, обратилась. Черняцкая Александра Ивановна рассказывает, написала пидель. И она подошла, вот я много раз видела, вы собираетесь из храма, кучку идут. А что это такое? А я сколько лет хожу, ко мне никто не подошел. Он говорит, да у нас занятия идут. Занятия. И она пришла. Может поиграть охота, пнуть надо. Да они пинают. Ну даже он тронул, ты бы в ответ стоял, даже не обратил внимания. Обязательно нужно сдачи дать. Ну я тебе сейчас подойду, сапог твой занял. Ты меня ударишь, нет? Ты что думаешь, стоит дыряв, твой старик ничего не знает? Да я на вытяжку тебя задержу. Она ходит. Ходит и никому опять не говорит, какая она была, такая осталась. А сама ходит. Мужу залить войны, Иван Семенович, стал ходить. А у меня соседка. Она видится, у нас во вторник, пятница, куда-то она уходит. Но она потом ей спрашивает, ты заходишь-то? Зверева Маргарита ее спрашивает. Она говорит, куда хожу, я на занятия хожу. Вот я по радио слышал, выступал про победу ГОСТа. Но сейчас почему-то его нету. А кто такой? Говорит, лапки на гнать и тихо. Так я к нему на занятия хожу. К нему? Ах ты, да скажи, ты могла молчать, как партизанка ходишь. И она стала ходить, приняла крещение и это спешла. Она буквально вытащила. Ходила, их с дачей рядом, и она не говорила, ей не разу куда хожу. А там по радио слышал, мои передачи, я ради программы вел. Ну меня отцалили везде, патриархия там. Поднялись, а начали, я уже строю. Меня вызвали, сказали, покоритесь Антонио и Пистофоле, и наши передачи ваших лишили. А какое отношение мирская передача к этому имеет, вообще непонятно. Подъездку уже стали смешать. Ну вот так. Все, видите, чуть дальше уже началось. Спасибо. А я сейчас скажу, за стол сядут те, у кого платочков нет, и вы будете стоять наружу. А-а-а. У меня нету платочков. Так, мы сегодня допустили ошибку, не сказали про лодки. И Антиса подошла ко мне, будет или нет? Ну я не за как скажете. Ну дождя-то нет, значит позвонят. После еды сразу зайдите с лодками. Ну так-то холодно, Игнать мой. Нет, 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 все тогда отменяется. Надо работать, не садить на лодке. У вас глаза-то еще какие-то не мушнее. Сырелка. Ладно, вообще надо. Такая лодка. Так, лодочки у всех, конечно. Ну что, давай. Вика, иди попнуйте, дробуля. А, у меня нет лодочка. Руки вымойте, надо тоже. Ростя, что куртку-то сняла? Куртку-то что сняла? Сейчас холодно будете сидеть. Как мы говорили, он бы разрушил лодку. А вот следи. Где Володя следит. А там уже подыскивается под меня. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во славу Божию. Так, на, эту и воду. Может, тут в столовой сходить, там у горды, там голода? Нет! Не надо. Голос. Что там у горды не хотите? Пошли. 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 Пойдите. Так, молча, молча, что разговаривать? Все, все. Все разговаривать. Так, подальше, перейди туда. На ту сторону. Крещите, ласочек, туда. Церкви видели, что ластощата уже? И где-то у нас будет ластощата. В бане уже ластощата, в бане. Да. В предбаннике. Видели? Да, да. Ну где моетесь, в предбаннике. Да, да. Он везет в отручке. Чего ты, Ваня, не увидал? Что такое было? Ну все, дядь Вородя, садись. Что ты его там закусала? Продолжение следует...